Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Капитан национальной сборной России Виктор Каратаев получил награду из рук главы Самары Елены Лапушкиной. А у нас на кухне газ. Как в микрорайоне Орловский проходит подключение частных домов к газоснабжению? И сколько километров газопровода для этого отстроили? В Самаре на площади Славы прошла патриотическая общественная акция «Своих не бросаем». Послушать концерт собрались около 10 тысяч жителей столицы региона, городов и районов области. Акция прошла в поддержку жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, где сегодня начался референдум по вхождению в состав России. Вера Филипенко – мать девятерых детей. Еще недавно их домом был Донбасс. Но семье из-за начала спецоперации пришлось его покинуть. Теперь они граждане России и скоро справят новоселье в Самарской области. Не прийти на концерт «Своих не бросаем» Вера Филипенко просто не могла. И вы не представляете, как мы рады. Рады, потому что наконец-то нам станет все на свои места, так как мы хотели, как мы этого ждали. Мы очень рады. Очень. Патриотическая акция «Своих не бросаем» собрала на площади Славы около 10 тысяч человек самого разного возраста. Люди пребывали задолго до начала концерта. В эти несколько дней у нас творится история. Люди выбирают свою жизнь, голосуют также за нашу жизнь. Творится история. И я, как свидетель этой истории, должна быть здесь. А вторая причина – это, наверное, что сегодня все мы, самарцы, воссоединяемся, сплочаемся. И можем почувствовать, что мы не одни. Мы все вместе. И мы тоже стоим за этих людей и с ними в душе. Сегодня на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начался референдум по вхождению в состав России. Продлится он до 27 сентября. Этой акцией жители Самарской области вместе со всей Россией поддержали людей, которые хотят реализовать свое законное право на свободную и мирную жизнь в соответствии со всеми вековыми культурными и духовными традициями. «Своих не бросаем» – это в сердце каждого самарца. Мы надеемся, что вот та решимость, которая сегодня есть на земле Донбасса, быть Россией, она будет поддержана по-настоящему всенародно. И там, и здесь, конечно же. И сегодня яркое свидетельство тому, что наших братьев и сестер мы ждем в своем родном доме в России, вот здесь, демонстрируют жители Самарской области. Со сцены звучали и эстрадные, и народные, и песни военных лет. В каждой из них пелось о России. Еще несколько месяцев назад Самарская область взяла шефство над городом Снежное в Донецкой Народной Республике. Сегодня там работают самарские врачи и строители. Туда отправляются гуманитарные грузы. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. В Самарской области объявлена частичная мобилизация. Соответствующий приказ подписал военный комиссар региона полковник Алексей Вдовин. На пресс-конференции он рассказал, что из Самарской области на Украину отправится воевать менее 1% от тех, кто состоит в запасе. Согласно приказу, все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, старшины, солдаты и матросы запаса, которые постоянно проживают в Самарском регионе, имеющие мобилизационные предписания или получившие персональные повестки военных комиссариатов муниципальных районов, должны явиться в указанные пункты сборов. В эти же пункты, либо в военкоматы по месту состояния на воинском учете, должны отправиться граждане, пребывающие в запасе и временно проживающие на территории региона. Мобилизованные будут получать денежные довольствия, как и военнослужащие и контрактники, а также смогут пользоваться льготами, прописанными в российском законодательстве. Мобилизованные получат статус ветеранов боевых действий. Укомплектованная часть отправится в зону боевых действий на неопределенный срок. Быть уволенным можно в случае предельного срока пребывания в запасе или в случае болезни по решению военно-медицинской комиссии. Все студенты высших и средних учебных заведений получат право на отсрочку до окончания обучения. Призывники в зону СВО отправляться не будут, сроки службы для них прежние – один год. В соответствии с нашими нормами мы оповещения проводим чуть больше, то есть граждане, которые у нас находятся в запасе, с какой целью? Чтобы обеспечить гарантированное выполнение задачи в установленные сроки. Что может быть? Человек куда-то выехал, и на сегодняшний день его на месте нет. Он заболел. Может быть и такое. Вместо него мы, естественно, должны подобрать другого человека, который в установленный срок прибудет к местам комплектования, формирования тех подразделений воинских частей, которые определены нам заданием. Военные комиссариаты Самарской области прибывают мобилизованные. Большинство из них пришли, не дожидаясь повестки. Считаю, что каждый гражданин должен прибыть по повестке. Даже если не по повестке, то и добровольно. Так как сложилась такая ситуация, что, я думаю, нужно в это время поддержать нашу страну и пойти и отдать свой долг родине. В связи с тем, что я являюсь офицером запаса, в звании майор, гражданином Российской Федерации, то я посчитал своим долгом прибыть в военкомат и добровольно уйти для выполнения своего гражданского и воинского долга. На сегодняшний день оставаться в тени, ждать, когда тебя призовут, вручат повестку. Но это не для офицеров. Офицер должен вперед, показать пример. В военкомате проводятся беседы, уточняются данные. Также в мобилизационное дело прибывают представители различных организаций и предприятий для получения повесток на своих работников. Их задача – обеспечить явку подчиненных в военкомат. Строительство новой станции метро «Театральная» продолжается. Региональный заказчик и администрация Самары, которые трудятся на всех этапах в тесном взаимодействии, стараются организовать работу качественно и с наименьшими неудобствами для жителей города. Все нюансы обсуждаются на объектах производства работ в зоне метростроя и в ходе совещаний. Подробности в сюжете Александра Гусевой. Строительство станции метро «Театральная» и сопряженной с этим работы по выносу инженерных коммуникаций в активной фазе. В одном из крупнейших городов по Волжье в скором времени появится новая транспортная локация, которая позволит соединить отдаленные районы города с его историческим центром. Несомненный плюс новой станции метро после завершения ее строительства в разгрузке городских магистралей и существенном сокращении интервала движения поездов с 12-15 минут до 5-8. Легко будет добраться до конца города, с другого. Потом вот здесь удобно то, что мероприятия, площадь проходят различные мероприятия. Организация дорожного движения в период строительных работ – один из важнейших вопросов. Ранее было перекрыто движение по улице Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской, где будет располагаться новая станция метро. На сегодняшнем совещании с первым заместителем главы города Владимиром Василенко, министром строительства Самарской области Николаем Плаксиным и представителями управления капитального строительства вновь затронули вопрос, касающийся введения временной схемы организации движения и по другим улицам, в том числе по Новосадовой от Первомайской до Полевой. Временная схема нужна для переустройства инженерных коммуникаций на объекте. Речь идет о ливневой канализации. Предстоит выполнить масштабный объем трудоемких работ на коллекторе большого диаметра. Его нужно вынести из перекрестка, потому что, чтобы опускать щит, где будет в данной конкретной ситуации, потому что под полевой же там тоннель идет, то в этом вопросе точно ливневка должна быть переустройна. Где будет опускается щит, она мешает. На сегодняшний день закрытие – это прерогатива Министерства транспорта. Но мы работаем с ним в общей увязке. Временную схему организации дорожного движения планируется ввести не ранее 5 октября. При этом уже известно, что в целях минимизации неудобств для горожан одну полосу по Новосадовой в направлении от Первомайской к Полевой собираются оставить свободной. Здесь предполагается организовать односторонние движения. Взаимное решение как с Минтрансом, с Минстроем и городом, чтобы эта полоса осталась для движения на весь период строительства метро. На данный момент пройдены согласования с ГИБДД, и решение будет реализовано. Вопросы организации движения по улице Самарской, где в перспективе также будут вестись работы, связанные с метростроем, досконально проработают в следующем году, предварительно в середине или третьем квартале 2023 года. А сейчас в штатном режиме продолжаются работы на улице Галактионовской. И кроме того, в районе прилегающих к ней двух скверов занимаются выносом инженерных коммуникаций. Региональный заказчик администрации Самары, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, просит жителей областного центра отнестись с пониманием к временным неудобствам. Все делается для будущего комфортного передвижения самарцев и развития транспортной инфраструктуры региональной столицы. Александра Гусева, Сергей Баскин. События. Улучшить жилищные условия и жить в частном секторе с комфортом. В Самарском микрорайоне Орловский проходит догазификация частного сектора. Теперь в жилых домах горожан будет не только тепло и уютно. Самарцы смогут пользоваться газовыми плитами для приготовления пищи. Как проходило подключение домов к газоснабжению в нашем сюжете. Светлана Лаврентьева одна из первых жителей микрорайона Орловский. Не так давно ее семья переехала сюда на постоянное место жительства. Женщина вспоминает, как непросто приходилось здесь жить поначалу. В домах не было электричества и газа. Когда микрорайон стал активнее заселяться, многое изменилось в лучшую сторону. За эти годы многое изменилось. Видно, что мы провели электричество, у нас есть какая-никакая дорога. И, конечно, то, что у нас теперь уже есть газ, это трудно очень поверить мне, пройдя такой тяжелый длинный путь. Я, конечно, безмерно рада. Светлана Лаврентьева одну из первых подала заявку на догазификацию еще в конце весны. Рассказывает, сотрудники «Газпром» газораспределения «Самара» сработали быстро и качественно. На всех этапах ее сопровождали квалифицированные специалисты. Летом начались работы по подведению и, в конце концов, в доме появился газ. Сегодня в этом доме появился сетевой газ. Он здесь появился по программе социальной догазификации. То есть программа, которая предполагает бесплатное для граждан подведение газа к границам их домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах. Сегодня в микрорайоне Орловске построено более пяти километров внутрипоселкового газопровода. Первые дома уже подключаются к сетевому газу. Чтобы стать участником программы социальной догазификации, гражданину необходимо предоставить свидетельство о собственности на дом, паспорт и СНИЛС. Подать заявку можно любым доступным способом – через интернет, либо в газовой службе. Александра Гусева, Николай Сидоров. События. 1 сентября вступили в силу изменения в законодательство в сфере охраны труда. Чтобы проинформировать о них работодателей, администрация Самары организовала обучающий семинар на базе Международного промышленного форума, который проходит в областном центре. На встречу приехали более 500 работодателей Самары. В Большом конференц-зале одного из выставочных центров Самары практически нет свободных мест. Более 500 работодателей собрались на семинар по изменениям законодательства в области охраны труда, которые вступили в силу 1 сентября 2022 года. Когда подобного рода мероприятия проводятся, всегда отзываю, всегда участвую, потому что это полезно в первую очередь для нас, как работодателей. Хотелось бы идти в ногу со временем, не отставать, дабы не нарушать в первую очередь законодательство, а во-вторых, не нарваться на какие-то санкции со стороны законодателей. Обучающий семинар прошел на базе международной выставки форума «Промышленный салон», которая проходит в Самаре. Перед участниками выступили представители Государственной инспекции труда в Самарской области, Регионального министерства труда, занятости и миграционной политики, администрации областного центра. У нас вступили в силу новый порядок обучения по охране труда, новый порядок расследования несчастных случаев, новый порядок психиатрических освидетельствований работников. Надо отметить, что последние несколько лет Минтруд у нас довольно большое количество изменений вносит в законодательные акты, в том числе и в Трудовой кодекс. Вот об этих и о многих других вопросах мы сегодня будем говорить с нашими работодателями. Сфера охраны труда контролируется строго. Поэтому на сегодняшнем семинаре основной упор сделали на изменениях в порядке расследования несчастных случаев на производстве, что обычно проходит крайне непросто. Достаточно нелегко, потому что при расследовании несчастных случаев затрагиваются все сферы трудового законодательства и иных нормативно-правых актов, которые содержат требования охраны труда. Необходимы достаточно глубокие знания и опыт. Подобные семинары для работодателей администрация областного центра организует примерно раз в месяц в дистанционном или очном формате. Светлана Тимофеева, Максим Гусев, События. Поделиться секретами успеха. Технический директор, главный инженер Самарской ГРЭС компании Т-Плюс Виктор Яшин встретился со студентами Поволжского строительно-энергетического колледжа. Руководитель старейшей электростанции Поволжья провел для будущих специалистов лекцию и рассказал о своем карьерном пути. Подробности в репортаже Анатолия Главко. Сформировать кадровый резерв и рассказать о привлекательности профессии. В рамках Всероссийского дня среднего профессионального образования студенты строительно-энергетического колледжа встретились с Виктором Яшиным, который и сам раньше учился в стенах ПСЭК имени Мачнева. Технический директор, главный инженер Самарской ГРЭС провел для ребят лекцию. Многие ребята проходят практики у нас в процессе своего образования. Мы их уже знаем и в лицо, мы знаем немножко их возможности. И, соответственно, когда появляются вакансии, первые, на кого обращаем внимание, на тех ребят, кого мы знаем. Руководство и студенты колледжа, которые стали участниками лекции, имели возможность пообщаться со спикером в неформальной обстановке и получить исчерпывающую информацию о работе на электростанции и новых тенденциях большой энергетики. Это и поддержка, и понимание, куда нужно двигаться, как относиться к учебе, как относиться к моей работе, чтобы достичь определенных успехов. Это было очень интересно, удалось узнать много организационных моментов. Я хочу связать свою жизнь с теплоэнергетикой напрямую, поэтому для меня это было важно. Все участники лекции узнали о преимуществах работы в компании «Т-Плюс» и получили дополнительную мотивацию, вдохновившуюся историей успеха руководителя Самарской ГРЭС. По словам спикера, перед студентами, которые получают среднеспециальное образование, открываются все двери. Молодые люди и девушки, прошедшие обучение в колледже, имеют хорошую возможность строить успешную карьеру в самых престижных компаниях страны, а также претендовать на высокую заработную плату и полный пакет социальных льгот. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. Военный летчик первого класса вертолетным спортом Виктор Каратаев занимается с 1984 года и по сей день. За эти годы он дважды становился абсолютным чемпионом мира по вертолетному спорту. Глава Самары Елена Лапушкина вручила Виктору Васильевичу заслуженную награду. Подробности в нашем сюжете. Абсолютный чемпион мира по вертолетному спорту, абсолютный чемпион всемирных воздушных игр. Виктор Каратаев рассказывает, запах керосина у него ассоциируется с запахом неба, а значит свободы. Виктор Васильевич закончил Саратовское высшее военно-авиационное училище в 1981 году и остался там летчиком-инструктором. А с 1994 года, когда был создан аэроклуб ЦСК ВВС, пришел сюда. За эти годы его общий налет на вертолетах превысил 7 тысяч часов. Игра в игрушки, она продолжается у нас до сих пор. То есть это детская мечта. Это было еще в те далекие времена, когда мне было два года, когда Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос. И летали самолеты высоко. И это моя детская мечта, которая до сих пор она осуществляется. За эти годы вместе с другими пилотами клуба Виктор Васильевич неоднократно участвовал в чемпионатах мира и неизменно становился победителем. Самарские летчики самыми первыми из военных экипажей участвовали в чемпионате мира, который прошел в 1989 году во Франции. Причем на чемпионаты, проходившие в Европе, летчики долетали на своих вертолетах самостоятельно и лишь в Америку переправляли технику по морю и на воздушных судах. Вот эта техника, в которой я сижу, это наши вертолеты, которые облетели всю Европу. Наша команда не пропустила ни одного чемпионата мира. Ни одного чемпионата мира мы не пропустили и становились всегда чемпионами мира. То есть самая именитая команда, и можно так сказать. На соревнованиях летчики показывают мастерство в четырех упражнениях. Первый выполняется на малой высоте, два с половиной метра над землей. К вертолету привязывают два груза. Экипаж должен проделать полет длиной в 50 метров по метровому коридору, не касаясь грузом земли, и выполнить четыре разворота. Во втором упражнении выставляются 12 ворот, а к вертолету привязывают ведро на веревке. Задача экипажа – зачерпнуть им воду из бочки, пролететь через все ворота и поставить ведро с водой на стол. Третье упражнение – развозка груза, который нужно опустить, а затем поднять из трех бочек поочередно на высоте 4, 6 и 8 метров. Задача последнего упражнения – проложить маршрут по координатам с одной поворотной точкой. Вертолетный спорт подразумевает под собой, что это филигранную технику пилотирования, потому что летчиков много, и классных летчиков много, и очень классных, вообще суперлетчиков много. Но вот именно упражнения, которые выполняются у нас на спорт, я думаю, что они не смогут этого выполнить. Через нас очень много прошло летного состава, прошло очень много, но именно в спорте остались единицы. За заслуги перед страной и городом в этом году глава Самары Елена Лапушкина отметила Виктора Каратаева наградой. Я думаю, что не только я, что это награда, то, что она нашла героя, это наш аэроклуб. То, что выбрали меня, так просто повезло. В этом году летчики спортивного клуба ЦСКА БВС участвовали в открытии третьих всемирных игр курсантов в Санкт-Петербурге, одержали победу в соревнованиях в Республике Беларусь. В последние годы Виктор Каратаев летает в одном экипаже с трехкратным абсолютным чемпионом мира Владимиром Зябликовым и готовит молодое поколение летчиков и парашютистов. Виктория Шарой, Константин Головин, События. В Самарской области продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. Теперь жители региона смогут вакцинироваться от COVID-19 новым способом – интерназально. Для этого закуплено 24 тысячи специальных насадок. Они уже распределены по медицинским учреждениям. Новым способом введения вакцины уже воспользовался министр здравоохранения Армен Бинян. Подробности в нашем сюжете. Вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции стало проще. В Самарский регион закупили 24 тысячи специальных насадок для иммунизации интерназально, то есть через носовые ходы. Новым способом вакцинации решил воспользоваться министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Нет никаких абсолютно неприятных ощущений. Обычные капли в нос, только в виде спрея. Важно соблюдать методологию, то есть делать это на вдохе, чтобы было равномерное орошение той половины слезистой носа, в которую направляется струя вакцины. Для интерназального введения используют ту же вакцину, что и для внутримышечных инъекций «Спутник Ви». Процедура выполняется при помощи дозирующего устройства. Насадки распылителя на шприц для назального применения лекарственных средств. Как и прежде, вакцинацию проводят в два этапа. Сначала первым компонентом, а через три недели вторым. Но есть нюансы. Человеку невакцинированному рекомендуется сначала сделать вакцинацию внутримышечно, и потом уже через полгода сделать ревакцинацию назальной вакцины. Вакцина доставляется сразу в носоглотку, то есть в пути проникновения вируса. Те пути, по которым вирус попадает в наш организм. Поэтому иммунитет сразу вырабатывается местный, и человек становится неподвластен вирусу. Перед введением препарата рекомендуется высморкаться, проверить проходимость носовых ходов, поочередно закрывая их и делая несколько вдохов. Препарат вводят резким нажатием на поршни шприца, в один носовой ход на вдохе закрывая другой. Перед прививкой проводится обязательный медицинский осмотр, который включает в себя измерение давления, сатурации, беседу с пациентом на предмет наличия или отсутствие хронических заболеваний. После интерназального введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут. Также в течение двух часов после процедуры необходимо исключить курение, прием пищи и жидкости. И способ интерназальной доставки вакцины приравнивается к внутримышечному введению. И поэтому всем, у кого уже прошли сроки более 6 месяцев после предыдущей вакцинации или после перенесенной болезни COVID-19, показана ревакцинация. Решение об интерназальном введении вакцины будет принимать медработник на основании желания пациента. Также специалисты рекомендуют привиться от гриппа. Допустимо использование сразу двух вакцин. Можно вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции и сделать прививку от гриппа в один день, но в разные участки тела. Сегодня в Самарской области развернуто более 200 прививочных пунктов, в том числе 17 круглосуточных, а также пункты вакцинации в торговых центрах. Именно профилактика опасной инфекции особенно важна для пациентов из групп риска, к которым относятся люди старше 60 лет, а также те, кто страдают заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Записаться на прививку можно дистанционно на портале госуслуг или по номеру горячей линии 122, а также по телефону поликлиник. Ольга Павлова, События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Задаваемые вопросы и совместно с Министерством обороны готовят на них ответы. Получить информацию можно не только набрав 122, но и через официальный ресурс правительства «Объясняем.РФ». Граждан убедительно просят ориентироваться только на официальные источники, не доверять слухам и непроверенной информации. В Самарской области 23 и 24 сентября пройдет 24-я Поволжская агропромышленная выставка 2022. Говорится в телеграм-канале Советского района. На специализированном манеже состоится 10-й юбилейный конкурсный показ мясного и молочного направлений. Добраться до площадки можно на бесплатном автобусе от остановки площадь Кирова или на маршрутном автобусе номер 126 до остановки «Дорожник». Выставка будет работать с 9 утра до 17 часов. В телеграм-канале Департамента городского хозяйства и экологии информируют о проведении работ по ремонту тротуаров у школы номер 40, первой гимназии и гимназии номер 54. Обновление дорожек ведут вблизи многоквартирных домов и объектов социальной сферы. Благоустроенные тротуары позволят самарцам быстрее и с большим комфортом добираться до школ, детских садов и поликлиник. Строительные работы планируют завершить до 15 октября. 5 октября будет планово проведена комплексная проверка системы оповещения населения, сообщает телеграм-канале Ленинского района. Проверка проводится в соответствии с планом основных мероприятий региона в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год. Самарцов и гостей города просят не паниковать. Проверка плановая. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»!